Министерство обороны России переводит в режим повышенной готовности силы и средства на случай подрыва режимом Зеленского грязной бомбы. Ольга Скобеева вместе с мужем Евгением Поповым годами создают параллельную реальность. Они проводят над целой страной такие эксперименты, что Геббельсу у них только учится. Семья Скобеевых заливает ложь об украинцах миллионам россиян. Как ни крути, как ни стой в белом пальто, как ни проявляй гуманизм. Единственное, что приходит в голову из того, что подействует сразу, это перемешать там все уже наконец с землей, потому что иначе вы видите, как далеко. Это самое эффективное. 60 минут – самое популярное пропагандистское ток-шоу России. Уже само название говорит о его формате. Здесь Ольга сообразила название и придумала его, потому что оно четко отражает суть того, что должно произойти в студии. Мы за 60 минут должны ответить на главный вопрос дня. Хватает? Это было прошедших программ уже. Да хватает, наверное. 60 минут – это такое время, когда всех это вынуждает высказываться максимально концентрированно, максимально разумно и адекватно формулировать свои мысли, поэтому нам хватает. Конечно же хватает, потому что один выпуск ток-шоу 60 минут на самом деле длительностью в 150, то есть 2,5 часа. Более того, оно выходит 2 раза в день, 5 дней в неделю. А по поводу разумности и адекватности тут бы я поспорила. Что делаешь? Иди отсюда! Уходите отсюда! Уходите отсюда! Уходите отсюда! Съедни пальцы, я просто... Иди отсюда! Уходите, пожалуйста, Никита Олегович, вон отсюда вы, мне кажется, иди... Посмотрите на себя, посмотрите, это современная Украина, это дикость, это ад и кошмар. Вы, Вадим Валерьевич, рот сейчас закройте про моего сына, ладно? Рот сейчас закройте, это ваша нацистская нынешняя Украина. На шоу практически никогда не обсуждают внутренние проблемы россиян. Там полоскают ненавистный Запад. Чтобы сократить расходы на подскочившие тарифы на электроэнергию, британцы вынуждены мыться раз в неделю. При этом власти рекомендуют принимать душ всего 60 секунд, по возможности. А еще лучше, ну то есть идут по стопам немцев просто протирать наиболее грязные места мокрой тряпочкой. И всех тех, кто живет не по скрепам. Карин Жан-Пьер, первая чернокожая женщина и первая открытая лесбиянка, которая займет должность пресс-секретаря Белого дома. Но кормит этих ведущих именно тема Украины. Скобеева каждый день из эфира в эфир брызгает своим ядом, кричит. Так, так же мы не вторгаемся, если мы вторглись 8 лет назад! Казахстан приехать! Она постоянно хамит. У старика Джо Байдена на лице, смотрите, появились какие-то странные отметины. Нет, это вроде бы не намордник для сэпсу тех. Она угрожает, несет чушь и приводит лживые аргументы. Телекритики не раз отмечали ее характерный прокурорско-обличительный стиль ведения репортажей и металлический голос. За него Скобееву начали называть «железная кукла». Вы, Ольга, согласно данным Шпигеля, «железная куколка». Вы читали, да, о себе? Так точно. А я у них тролль всемирный. То есть встретились всемирные тролль и железная куколка? И железная куколка. Нет, Олечка, самое подходящее твое прозвище – «сливной бачок». Ольга – «сливной бачок». Я вообще не согласна с этим. Острое недержание у Ольги и ее муженька Жени – не болезнь. Тут все намного серьезней. Это госзаказ. В ГТРК полностью государственная компания. А значит, все, что звучит в эфире, соответствует политике Путина. Уже много лет основная их задача – разжигать войну. Они действительно фашисты, нацисты. Они действительно не люди. И это не художественное преувеличение о том, что захватить они хотят территорию Российской Федерации. Но, во-первых, совсем недавно было сообщение в вашем посте о том, что Зеленский прорабатывает план захвата приграничных территорий Российской Федерации для того, чтобы дестабилизировать, в первую очередь, обстановку в стране. Вы, может, спросите, а вдруг все, что говорит Скобеева – это по любви? Она во все это сама верит. Но тут хочется вспомнить ее же фразу, которую она сказала своему мужу во время выборов нашего президента Зеленского. Мне абсолютно все равно. Петя, Губа, Юля. Мы же сейчас не на телевидении. Можно сказать правду. А правда в том, что в России никогда не жалели денег на пропаганду. Скобеева и Попов входят в десятку самых высокооплачиваемых журналистов России. По данным 2020 года, супруги получали в год по 13 миллионов рублей каждый. А теперь представьте, как выросли их доходы с началом полномасштабного вторжения. По неофициальным данным, за свое профессиональное вранье путинские марионетки получают миллионы долларов. Конечно же, и от покупки элитной недвижимости они не отказались, но об этом чуть позже. Ольга Скобеева работала бесплатно лишь на заре своей карьеры. В далеких 2000-х выпускница Санкт-Петербургского университета кормила ворон, вылазила на мачту и даже стояла на трассе, чтобы снять сюжет о проституте, добыть информацию, как говорят, с первых уст. В общем, ради карьеры Оля готова была на все. Мы здесь снимали сюжет про брызг, как на московском шоссе. Она реально, номина фуры, скрытые камеры, микрофончик, все по положенному. Офигенно. Вот, вдруг один останавливается, она реально к нему садится, и он уезжает. Серьезно, обычно? Да, мы быстрее по газам, блин. И там слушаем, слушаем, девочка, ну куда же, такая молоденькая. Вот мы ржали. И вот так на сюжет прошел классный. Блин, слушай, я есть... Все скрытые камеры снимали. В вагоне воду такая лезла, да? Смелая была девочка. Смелая. Скажите, пожалуйста, вот у меня муж сейчас в командировке в Москве он живет, и мне кажется, что он не изменяет. Можно как-то за ним проследить? Муж Скобеева, Евгений Попов, сначала был корреспондентом в Вестей во Владивостоке. Затем он работал в Москве и даже три с половиной года был спецкором в Украине во времена Оранжевой революции. Позже уехал работать в США, где встретил первую жену Анастасию Чуркину, но брак продлился всего два года. Ходили слухи, что именно Скобеева увела мужа из семьи. Когда я оказалась в Нью-Йорке, было бы закономерно встретиться. Мы встретились. В тот момент, когда мы приняли решение жениться, я была в Бельгии, в Брюсселе. Мы назначили дату свадьбы. Но что-то случилось очень важное в Бельгии. Что-то настолько важное, что я даже не помню, что. Но свадьба наша перенеслась. И так было два раза. Потом мы уже разозлились и сказали, что так вроде бы неприлично. Мы же вроде бы так решили. И потом я таки уже оказалась... Год, наверное, прошел. Да? Я думаю, больше. Больше. Оказалась в Нью-Йорке, где... У нас в Нью-Йорке была свадьба. Ммм, свадьба в таких ненавистных Соединенных Штатах. Ну ладно, идем дальше. В январе 2014 года у семьи Скобеевых родился сын Захар. Евгений в то время снова работал в Киеве, на Евромайдане. Нарротив о нацистской Украине начал активно продвигаться уже тогда. Пропаганда заработала на полную мощь. В своих сюжетах Попов рассказывал о якобы свастике на стенах и называл событие госпереворотом, который был спланирован на Западе. А помните историю с ПАСЭ, когда украинская делегация, не желая слушать пропагандистку, спела ей гимн нашей страны? И вот как эту информацию подавала в эфире Скобеева. Это украинские депутаты, друзья, товарищи. Обратите, пожалуйста, как они себя ведут. Обратите внимание, это вот лицо современной Украины. Сейчас прокричатся. Важно сказать, что это нацистское приветствие именно сегодня. Оно стало официально. И вот эти вот слова, которые они произносили, глядя мне в глаза. Смерть врагам, смерть России, смерть тебе. Это украинские власти. Вам смешно, Ваним Олег, когда кричат смерть России, смерть тебе? Давайте мы вам сейчас скажем смерть тебе. Как так случилось, что эти люди забыли про все стандарты журналистики? Они агитируют войну, вбрасывают фейки и делают все, чтобы убить как можно больше украинцев и россиян. Но поражает даже не это. Им плевать на своих родных. Мне удалось получить эксклюзивную информацию о родителях Попова. Его мать Евгения Григорьевна родилась в Измаиле, Одесская область. Сейчас женщина проживает в Москве. А вот отец, Георгий Павлович Попов, живет сейчас в Украине. Он моряк на пенсии, подрабатывает в буксирной компании. В Украину переехал с далекого Владивостока еще в 80-х. Сначала жил в Одессе, сейчас в Николаеве. По которому по информационной поддержке сына часто прилетает. Георгий Павлович отпрыска пропагандиста прямо не критикует. Но война явно коснулась бывшего моряка. Об этом он сам написал сыну. Никита и Илья сейчас почти не общаются, хотя были всегда дружны. Илья просидел полгода со своей женой в подвале моего дома. Пока не уехал в Киев. Я спал у себя в кладовке, так как там меньше слышно и не всегда просыпаешься от взрывов. Слава богу, даже стекла целы, пока боюсь гладить. Никогда не думал, что это дойдет до этого. Никита и Илья – это братья Попова по отцу. Но, видимо, ни их судьба, ни судьба родного папы Женю не интересует. Его риторика никак не изменилась. Зеленский даже утвердил медаль за оборону Украины. Посмотрите. В указе написано, что четыре прикрещенных меча образуют крест. Но почему-то получилось, как всегда, больше похоже на свадьбу. Хотя подобные совпадения уже даже не впечатляют нацистам нацистские награды. Я решила узнать, а как же родной отец, который живет в Украине, относится к подобным высказываниям своего сына? И признает ли Георгий Павлович Попов Россию страной-агрессором? – Алло. – Алло, Георгий Павлович. – Здравствуйте. – Здравствуйте. Вас беспокоит Анастасия Норицына, я журналистка 24-го канала. Я звоню на счет вашего сына Евгения Попова. – Угу. – А скажите, пожалуйста, когда вы общались в последний раз? – В семнадцатом году. – В семнадцатом году? Точно? – Да, в семнадцатом году мы виделись в последний раз. – А после начала полномасштабного вторжения он вам ничего не писал или вы ему? – Мы с ним практически не общались и раньше, а после войны, начала войны, тем более. – А могу ли я узнать ваше мнение по поводу того, что он рассказывает сейчас, и пытались ли вы как-то с ним связаться? – Можете. Я передачу его когда-то смотрел в самом начале, потому что это было об Украине, скажем так. После этого мне просто она стала неинтересна. Вот. Мне не понравилось. Ну, она мне просто перестала нравиться еще. И года три я ее уже не смотрел. Что он там говорит, как он говорит, я не знаю. Ничего по этому поводу сказать не могу. И это не тридцать седьмой год, что сын за отца отвечает и отец за сына. Тем более за дворского сына, который вырос без отца. – А скажите, пожалуйста, вы сейчас в Николаеве проживаете? – Да. – То есть вы все это время, с начала полномасштабного вторжения, были в Украине и никуда не выезжали? – Я никуда не выезжал. – А вы признаете, что Россия страна-агрессор, и она напала на мирных кризисов? – Я не хочу вообще по этому поводу. Я вам сказал свое. Я старый больной человек. – Ну, а вы что, не можете сказать о том, что Россия напала на Украину? – Я не хочу вообще разговаривать на эту тему. Мне кажется, вы сами все услышали. А вот в этом доме живут родители Скобеевой. Это городок Волжский. Именно здесь родилась и выросла сливной бачок Скобеева. Давайте посмотрим, как же там живут люди, пока их землячка пугает украинскими нацистами. – Устраивает то, что не убирается, ничего. Грязь полнейшая. Квартира. И на улице, и на балконе везде тараканы. – Много бродячих собак. Я не могу выгулять свою маленькую собаку, потому что они пристают. Циничные, лживые лицемеры, которые за деньги и всенародную любовь готовы душу дьяволу продать. Свою зарплату они вполне оправдывают. Это подтвердила команда расследователей Навального, показав элитную недвижимость семейной парочки на 300 миллионов рублей. Две квартиры недалеко от центра, 107 и 170 квадратов. И одно нежилое помещение. Площадь помещения 180 квадратных метров, а цена 130 миллионов рублей. Находится вот тут, в этом соседнем здании. А на верхних этажах располагается элитный отель «Хаят». А значит, и те, кто арендует недвижимость у наших телеведущих, без клиентов не останутся. А значит, и Попову со Скобеевой будет чем прокормиться, если что. Это данные за 2021 год. Возможно, они купили уже еще что-то. Но по данным из реестров, Ольга прописана в скромной московской квартире площадью 42 квадратных метра. А ее муж Евгений – в 40-метровой. Сколько еще недвижимости скрывает эта парочка, я решила узнать лично у Скобеевой. А сама Ольга Скобеева, очевидно, не хочет с нами разговаривать. Получается, цена многолетнего вранья – это несколько квартир в Москве? Но нет. Недвижимости и просто денег пропагандистам оказалось мало. Они захотели власти. Меня зовут Евгений Попов. И я решил участвовать в выборах депутатов Государственной думы по Кунцевскому округу Москвы. Необходимо отреставрировать фасад. Будем и дальше облагораживать сквер или парковку. Мужа Скобеева язык таки довел до Госдумы. Он стал депутатом от «Единой России». Вот так в РФ оплачивается продажа совести и здравого смысла. И все это за деньги зомбированных ими россиян. Не верьте им. Не участвуйте в преступной войне. Не позволяйте убивать своих детей, пока они наслаждаются красивой жизнью. Ну и если вам известны соцсети других чиновников, их жен, мужа и родственников, факты беззаботной роскошной жизни, присылайте нам на почту. Мы обязательно все покажем. Я очень не хочу выносить это все в публику. Но, к сожалению, вы не оставили мне другого выбора. Российский пропагандист Юрий Подоляко, который обычно восхваляет российскую армию и приписывает ей невероятные победы и достижения, внезапно сорвался и признал, что на Южном фронте у России огромные проблемы, которые российское командование пытается скрыть. В своем телеграм-канале Подоляко опубликовал пост и скриншот сообщения, которое прислали ему российские военные из 205-й бригады, воюющие на Херсонском направлении. Они сообщают, что их бросают на убой без поддержки и жалуются на огромные потери. Обеспечение ноль. Твориться непонятно. Украинцы заходят, разбивают нас и спокойно уходят. Их артиллерия и минометы не дают высунуть носа. Пацанов шлют без артподдержки, без коптеров, кладут пачками. Теряем за два дня одну роту, пишут российские военные. Подоляко заявил, что очень не хотел выносить эту ситуацию на публику, но теперь уже не может молчать и вынужден говорить, так как ситуация на фронте для российской армии критическая. Хочу еще раз обратить внимание командованию Министерства обороны Российской Федерации на ситуацию в 205-й бригаде на Херсонском направлении. К сожалению, пока здесь все идет по самому худшему сценарию. Удивительно. В феврале 2022 года все тот же Юрий Подоляко радостно утверждал, что российская армия уже в Харькове, российский десант высадился в Одессе, а Киев продержится максимум несколько дней, после чего Украина капитулирует. И вот прошло полтора года, и теперь уже Юрий Подоляко рассказывает, что ситуация развивается для российской армии по самому худшему сценарию. А как же так получилось? Комиссия, которая приехала от Минобороны, по-моему, там даже заместитель министра приехал, пытается свалить вину с виновной головы на невиновные. Таким образом проблему, к сожалению, не решили. По-моему, это уже какая-то дискредитация российской армии. И постоянно повторяющиеся на этом направлении проблемы, начиная со штурма безуспешного и стоящего нам больших потерь Антоновского моста на острове Антоновский, начиная с этого момента, здесь было уже несколько крупных провалов. Произошедшие как под копилку, по одному и тому же сценарию. А это говорит о том, что проблема, к сожалению, здесь не в одной 205-й бригаде. Два месяца российская пропаганда вопила, что украинский контрнаступ провалился. Не дал никаких результатов. Причем едва ли не громче всех. Об этом кричал сам же Юрий Подоляко. И вот прошло два месяца, теперь уже выясняется, что у российской армии все развивается по самому худшему сценарию. И российская армия несет реально большие потери и испытывает очень большие проблемы на фронте. Причем об этом нам сообщает все тот же Юрий Подоляко. То есть, смотрите, со слов вот этого рупора российской пропаганды, со слов самого же Подоляки, выходит, что украинский контрнаступ, в общем-то, развивается достаточно успешно. Тактика выбрана правильная, потому что, как мы видим, она приносит свои плоды. Российские военные сами признают, а Подоляко это еще любезно публикует, чтобы мы все почитали. Они признают, что действительно, они несут большие потери. У них очень серьезные проблемы, они буквально там проваливаются уже, у них фронт расползается, держатся из последних сил. И украинская армия наносит им, очевидно, достаточно серьезный урон. То есть, по сути, перечеркивается все, о чем до этого врали российские пропагандисты. И опять же, подчеркну, важно, да, я не военный аналитик, но я умею читать. И читая российских вот этих военблогеров, я вижу, что они в панике. Я вижу, что они сейчас, даже те, кто рассказывали всегда, что все хорошо, сейчас они уже буквально в истерике кричат, сделайте что-нибудь, спасите ребят. Там сейчас все посыпется, там фронт расползается. Это значит, что украинский контрнаступ развивается именно так, как нужно. Что все происходит правильно, в соответствии, как говорится, с той тактикой, которая была задана. Я думаю, это важная информация, и очень важно, чтобы все понимали, что происходит на самом деле. Поэтому помогите распространить это видео. Оставляйте лайки, комментарии, так оно получит больше охват, больше людей его увидят. Важно, чтобы вы в России тоже видели, я думаю. Пускай и в России посмотрят. И обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Это тоже очень важно. Субтитры сделал DimaTorzok